Дорогие друзья, сегодня в школах нашей страны для выпускников прозвучал последний звонок. Корреспондент, московский корреспондент ведет репортаж. В это изумительное почти летнее утро мы остановили нашу машину в парке, который памятен многим москвичам. Просто здесь, в районе Сокола, расположены сразу несколько старейших школ. Но мы зашли в ту, которая носит имя Отто Грот и Воля. Хотя, впрочем, могли зайти в любую другую. Ведь в этот день в каждой из них события развиваются на редкость одинаково. Слова благодарности и слезы, стихи и улыбки, и цветы, цветы, цветы. Каждый раз с приходом цветения в наш город вспоминаешь этот день сегодняшний. Может быть, от того, что, как и цветы, он символ весны в нашей жизни. И вот уже забилось с волнением сердце. Потому что там, в этом дне, осталась и наша юность, и наши надежды, и мечты. Только в юности, как сказал поэт, можно мечтать по-мальчишески в дым. Мы умышленно не называем имена учителей. Ведь имя учителя каждого достойно того, чтобы произнести его. А в сердце своем мы и так носим. Всю жизнь имя самого любимого из них – это не ново. Еще Пушкин сказал наставникам, хранившим юность нашу, всем честь ее и мертвым, и живым. Кустам подъяв признательную чашу, не помня зла, за благо воздадим. Спасибо. Спасибо.